Самые актуальные новости города в эфире первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Трехлетней карагандинке срочно нужна дорогостоящая операция. В Караганде прошла первая в Казахстане международная молодежная выставка инновационных проектов. В Бабайском районном суде судят бывшего судью. Крик души. Трехлетней карагандинке срочно нужна дорогостоящая операция. У Ангелины Жуковской врожденный ДЦП тяжелой степени. После сложной операции на внутренние органы девочка больше года находилась в коме. Одно только обследование, которое будет проходить в Турции, стоит более 2 миллионов тенге. Такие судороги у трехлетней Ангелины случаются 15 раз в день. Бывает и больше. Мать-одиночка Оксана просто вынуждена смотреть на муки, которые терпит ее чадо. Недавно карагандинская семья отправилась на лечение в Россию. Однако на необходимые процедуры у них не хватило денег. Пришлось вернуться. К слову, первую операцию на внутренние органы Ангелине сделали в два года. По словам несчастной женщины, после хирургического вмешательства девочка совсем ослабла. Сейчас ребенок в таком состоянии уже полтора года. После операции она была год в коме, кушала она через зонт. Ребенок самостоятельно не сидит, практически она не видит из-за неврологии у нее нарушения. Дело в том, что она самостоятельно в туалет не ходит, только через газоотводку. Ребенок только научился кушать, есть через ротик и проблематично, конечно, как вы видели. И сейчас ребенок, у нее судороги и приступы. Я, например, хочу знать, что это за приступы, что за судороги. В поликлинике нам ничего не говорят. Просто я считаю, что медицина на нас просто опустила руки, вот и все. Состояние маленькой Ангелины ухудшается с каждым днем. У девочки порог сердца. Маленькой карагандинке нужна дорогостоящая операция в самое кратчайшее время. По словам бедной женщины, сохранить жизнь ее дочери, возможно, удастся зарубежным врачам. Взяться за лечение решились турецкие скулапы. Вот только на это у семьи нет средств. На данный момент я прошу людей о помощи. Люди, государство наше, чтобы люди откликнулись и помогли нам. Потому что нам нужна немаленькая сумма, я не в состоянии эту сумму собрать. Очень прошу, чтобы помогли люди, услышали нас, услышали о нашей просьбе, о нашей мольбе. Надежда все еще есть. Мать-одиночка все свое свободное время тратит на молитвы. Мирамгуль Салкимбаева, Тулигин Рашид, Евгений Фанасьев, Первый Карагандинский. Детских площадок нет. Это клеймо одного из дворов на Гульдере-1. 20 лет местные жители не могут добиться обустройства места для Игоря Ребетни. В проблеме разбиралась Амина Смакова. Вот так вот у нас дети. Жители 14-го дома на Гульдере-1 уже много лет просят установить детскую площадку. По словам местных жителей, место, где она по идее должна располагаться, сейчас напоминает пустырь. Единственное развлечение для детворы – это маленькая горка и некое подобие турника. Так уже на протяжении 20 лет. Уже вроде бы как и дети наши выросли, внуки теперь, говорю, растут. А площадки как не было, так и не было. Поэтому мы не знаем, вы чисто нам помогите вообще, как, куда, кому нам обратиться, как вообще добиться для того, чтобы у нас здесь хотя бы что-то было для наших детей, внуков и так далее. Негодующие жители двора уже неоднократно наведывались в районную администрацию, чтобы решить ставший уже не детским вопрос. Однако местные чиновники помочь карагандинцам не спешат. Пишите заявление, написали заявление, чтобы площадку сделали. И после Нового года говорят, а надо было перед Новым годом еще раз писать. И каждый раз перед Новым годом надо писать им. Подписи собирали, сколько мы. И подписи собирали, и все. И бесполезно, там меняются кураторы, мы не знаем, к кому обращаться. По словам возмущенных жителей, мало того, что площадок нет, так еще и автомобилисты облюбовали территорию двора. Детям приходится играть прямо среди машин. 28 машин утречком выглядываешь, 28-32 машины каждый день. Не то, что там мусорка не может, не то, что там погулять, мусорки, скорая не может проехать к дому. Стоят приты друг к другу. Наша съемочная группа обратилась в Акимат района имени Казбек-Би. Начальник отдела благоустройства пояснил, что детские площадки будут появляться только в тех дворах, которые стали участниками программы модернизации ЖКХ. В текущем году в рамках программы благоустройства дворовых и прилегающих территорий на территории района планируется благоустроить 37 дворовых территорий. Это получается 31 двор, который будет проводиться работа по асфальтированию и устройству бордюров. Шесть дворов – это дворы, которые участвовали в программе модернизации ЖКХ в 2012 году. Также хочу сказать, что установка детских площадок предусмотрена только в дворах, которые участвовали в программе модернизации ЖКХ. В связи с ограниченностью финансирования устройства детских площадок в других дворах не предусмотрено. А значит, маленьким жителям микрорайона Гульдер ничего не остается, как играть на голой земле. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Миллион за новую идею. В Караганде прошла первая в Казахстане международная молодежная выставка инновационных проектов «Экспо Кэм Караганды-2013». В ней приняли участие инноваторы со всех уголков Казахстана, а также России, Белоруссии и Финляндии. Две лучшие работы региона были отмечены грантами Акима области. За счет ветра вырабатывается энергия, которая поступает в генеральный. После этого генеральный поступает в дома и обеспечивает электронную тему. Татьяна Буренкова – десятиклассница из Новодолинки. На международной выставке юная изобретательница представляет проект по внедрению в родном поселке ветреных установок. Это и деньги сэкономит и поможет решить проблемы с экологией, рассказывает школьница. Я хотела бы, чтобы этот проект был реализован, потому что, так как у нас сейчас программа идет «Экспо-2017», то этот проект актуален для нашего времени. Этот проект, он наиболее дешевый, чем пристроение электростанций, потому что, когда строили электростанции, для этого нужно было более много денег. Инновационных проектов на выставке «Экспо Кэм» более 40. 25 из них из Карагандинской области, 10 из других регионов страны, 5 – зарубежных участников. Все они представляют инновационные идеи в сфере промышленности, энергетики и социального предпринимательства. Самое актуальное здесь много. В основном теплый фундамент здесь, электростанции есть, которые студенты политика придумали, «Сказларды» – хороший проект. Много здесь таких проектов, но некоторые получили от этого, а некоторые оставят только в виде идеи. Энергия аккумулируется. А это проект студента Карагандинского индустриально-технологического колледжа. Функционально аккумулирующая установка – также альтернативный источник энергии. По задумкам автора проекта, прибор должен преобразовать солнечную энергию в тепло и свет. Помимо казахстанских молодых разработчиков, по специальному приглашению на выставку прибыли гости из-за рубежа. Пия Кехар – представитель консалтинговой фирмы из Финляндии. Сегодня финские делегаты не только поделятся опытом, как реализовать проекты, но и окажут содействие авторам наиболее интересных изобретений. Мы можем помогать в консалтинге, мы можем из своих партнеров, может быть, найти инвесторов. С экспонатами выставки ознакомилось руководство области. Здесь им продемонстрировали фундамент с подогревом, симулятор управления автомобилем, а также солнечные батареи. Все, на что гораздо юные инноваторы. К слову, двух лучших изобретателей из Карагандинского региона отметили премии Акима области. По миллиону тенге получили авторы проектов энергоэффективной установки и солнечной электростанции. Новаторы! Сослуженные экспозиции! Ура! Кроме того, с обладателями грантов Акима области и другими молодыми учеными и бизнес-ассоциациями были подписаны договоры намерения по сотрудничеству в области реализации проектов. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Между тем, молодежь активно поддержала проведение международной выставки Экспо-кэмп Караганды-2013. На площади независимости состоялся масштабный флешмоб. Около 300 человек станцевали зажигательный спортивный танец. Среди флешмоберов – студенты, школьники и инициативная молодежь. В Караганде запустят завод по изоляции труб. Предприятие стоимостью 1,5 млрд тенге появится на территории специальной экономической зоны Сараарка. Проект рассмотрели накануне на заседании Коордиационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. На месте, где уже осенью появится завод по изоляции труб, закладывают фундамент и монтируют металлоконструкции будущего здания. Компания «Изоплюс» Центральная Азия будет производить высококачественные, предварительно изолированные стальные трубы для отопления и нефтепроводов. Выйти на проектную мощность планируют уже в январе 2014-го. Рабочие места получат порядка 50 человек. Проект рекомендовали для включения в карту индустриализации. Наша продукция целенаправленно для теплоснабжения, которая позволит уменьшить энергопотери гораздо, то есть с 10 до 30%. Мы заручились хорошей поддержкой на данный момент Акимата, городских властей. Мы очень рады этому. Налоговые преференции у нас хорошие в будущем будет. Еще один проект, который местные власти поддержали в рамках госпрограммы – строительство завода по изготовлению шаровых кранов и запорной арматуры, предложенной компанией «Биомер Арматура». Общая стоимость проекта превышает 1 миллиард тенге, а продукция предназначена для нефтегазовой промышленности и теплоснабжения. Важность для импорта настолько большая, что импорт республик казахстанцев в части импорта запорной арматуры исчисляется в несколько сотен миллионов долларов в год. Поэтому это очень важно. Кроме того, Координационный совет одобрил для включения в карту индустриализации проект по модернизации и расширению комбикормового завода Карагандинского мелькомбината стоимостью 600 миллионов тенге. На заседании также были рассмотрены и одобрены три проекта для предоставления господдержки по программе развития моногородов. Ирина Камышоу, Турген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Встать суд берет. В Абайском районном суде начался беспрецедентный процесс. Здесь судят бывшего судью. По версии следствия, он за положительное решение вопроса по гражданскому делу запросил у обвиняемой стороны 100 тысяч тенге. Накануне по данному делу состоялось первое судебное разбирательство. Чем оно закончилось, расскажет Мирамгуль Салакимбаева. В конце июля прошлого года пострадавшая историей Сауле Нуржанова за положительное решение жилищного вопроса судья Октябрьского районного суда Даниару Нагмеджанову через адвоката Клеймана дала 100 тысяч тенге. Как отмечает Карагандинка, сделала она это ненамеренно. В середине апреля я подала иск по поводу оформления документов на свое имя. Дело тянулось все лето, а после он у меня потребовал деньги. Адвокат мне сказал, что 500 тысяч тенге оказалось 100 тысяч. Уже 8 августа прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в служебном кабинете при получении взятки блюститель закона был задержан. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан уголовное дело в отношении судей Нагмеджанова было возбуждено 15 августа 2012 года. А накануне в здании суда Абайского района прошло первое судебное заседание. Однако съемочную группу телеканала «Первый Карагандинский» на процесс не впустили. Если вина экс-судин Нагмеджанова в суде докажется, то последние 10 лет он может провести за решеткой. В Караганде начались Дни культуры и искусства в Казалардинской области. Первым знакомством с культурой соотечественников стало открытие краеведческой экспозиции наших гостей в областном историко-краеведческом музее. В делегации казалардинцев около 170 человек. Это не только археологи и краеведы. К нам в гости приехали художники и артисты. Как говорили на открытии, вся культура Казаларды собралась в эти дни в Караганде. Начальник управления культуры Казалардинской области Ержан Абдрахманов вручил карагандинцам символ области в знак уважения и дружбы. Мы – единый народ. И узнать друг о друге как можно больше – вот, наверное, главная цель Дни культуры. Открытие экспозиции привлекло много посетителей. Здесь можно ознакомиться с древнейшими рукописными книгами. Старые фолианты невольно вызывают трепет. Их держали в руках предки сегодняшних казахстанцев. Богатые ювелирные украшения, бытовые вещи, такие как ручные ковры, хозяйственная утварь, оружие 18-19 веков, изделия из металла, дерева, кожи дают представление о культурной жизни несколько веков назад. Экспонаты представлены Институтом археологии и Историко-краевическим музеем Козеларды. Просмотр исторических экспонатов плавно переходит в картинную галерею историко-культурных памятников Козеларды. Темы самые разнообразные – от исторических батыров до современных зарисовок своего края. Это старт череде мероприятий, которые будут продолжаться до 30-го числа. Эта мероприятия проводится в рамках празднования, данные сегодняшние мероприятия, в рамках празднования дней Козелардынской области, Карагандинской. Было утверждено Министерством культуры как обменные выставки между областями. В ноябре Карагандинский областной историко-краевический музей выйдет в Козеларду с ответным визитом, а наши гости побывают в Каркаролинском районе и в заключении дадут гала-концерт. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мукомольные предприятия Карагандинской области обратились к президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву с благодарностью за судебное решение, принятое специализированным межрайонным административным судом города Караганды. Об этом и многом другом рассказали на брифинге в областном суде. Брифинг начался с рассмотрения коллективного письма. В нем говорилось, что мукомольные предприятия Карагандинской области на своем примере убедились в том, что государство в лице судебной власти стоит на защите предпринимательства. Суть в следующем. Антимонопольный орган выдвинул обвинение ряду мукомольных предприятий в антиконкурентном сговоре, применении нерыночных методов работы и необоснованном поднятии цен. Но специализированный межрайонный суд в лице председателя Жаркомбекова и судьи Такпановой, полностью изучив все представленные документы, объективно провели весь судебный процесс и вынесли законные и справедливые решения о необоснованности предъявленных обвинений. Председатель Карагандинского областного суда Ермек Серегбаев рассказал о внедрении информационных технологий в судопроизводство. В областном суде действуют информационные киоски для посетителей, справочник по судебным делам, а также сайты районных и городских судов. В судах области имеется 140 залов судебных заседаний, из них 28 оснащены системой аудио-видео фиксации. До 1 июля все залы судебных заседаний в городе Караганде оборудуют аудио-видео фиксации. Суды Караганды рассматривают практически 70% всех дел, их работа влияет на складывающуюся судебную практику, формирует наш имидж. Было озвучено рассмотрение резонансных дел в области. Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговор Коваленко осужденному за кражу почти 10 миллионов тенге. Приговор 3 года лишения свободы с конфискацией имущества остается в силе. Абайским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению в злоопотреблениями должностными полномочиями. Командир роты полиции Управления специализированной службы охраны Куаныш Кокешев ежемесячно собирался своих подчиненных денежные средства. Приговором суда Кокешев признан виновным. По статье 307 части 2 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса назначено условное мере наказания с испытательным сроком 2 года. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда подсудность уголовного дела в отношении Данияра Нигмеджанова, обвиняемого в посредничестве во взятокничестве, изменена. Дело направлено в Абайский районный суд. Журналисты сразу поинтересовались, почему рассмотрение дела не было направлено в другую область. В отношении, если в другую область, это решает Верховный суд Республики Казахстан. А в отношении Нигмеджанова и по поводу решения вопроса в Абайском рассмотрении в суде приняты были во внимание действительно объективные обстоятельства. Он проработал в данном суде более 10 лет. Может с кем-то приязненные отношения, может с кем-то неприязненные отношения сложились, потом это может вызвать резонанс в обществе. И коллегия определила, пусть рассмотрит более независимый суд, который не связан с ним какими-то личностными отношениями. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Помощь в Афганистан. Из Карагандинского филиала Государственного материального резерва отправлен гуманитарный груз в Афганистан. Министерство сельского хозяйства этой мусульманской республики получит гречки на 19 миллионов и растительного масла на 60 миллионов тенге. 27 мая 2013 года, согласно поручению президента Республики Казахстан, в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан, Министерством по чрезвычайным ситуациям из Республиканского государственного предприятия «Резерв» филиала «Высота» в Исламскую республику Афганистан направлена гуманитарная помощь. Данная гуманитарная помощь отправляется в связи со сложным экономическим положением Афганистана. Из Карагандинского филиала Государственного материального резерва Афганистану отправлено 60 тонн гречневой крупы, а салматинского филиала – 160 тысяч литров растительного масла. Гуманитарный груз официально передается Министерству сельского хозяйства Исламской республики Афганистан. Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Казахстаном, составит 79 миллионов тенге. Эти вагоны через 8-10 дней дойдут до Афганистана. Горда Хайратона официально передается Афганской стороне. Получателем является Министерство сельского хозяйства Исламской республики Афганистана. О новостях спорта вам расскажет Берик Апаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Алматинском национальном университете имени Аль-Фараби прошла седьмая летняя универсиада по женскому боксу. В соревнованиях принимали участие команды из Шимкента, Атараза, Караганды и многих других регионов страны. Карагандистская спортсменка, студентка Каргу Римма Волосенко выиграла все свои бои и заняла первое место. Я нахожусь в переменном составе сборной Казахстана. Надеюсь, войск стать первой в 2014 году. И уже основательно быть первой в этом весе. Также своими впечатлениями поделился главный тренер карагандистской команды Эдуард Матрозов. Дай Бог, чтобы ее включили в сборную команды и поехали на всемирные студентские игры в Казани. Здесь ее включат, я думаю, она выиграет. В карагандистском спорткомплексе «Жастар» стартовал городской турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях участвуют более ста спортсменов со всего города. Мы сегодня проводим турнир по греко-римской борьбе. в борьбе среди юношей, поздравленной ко дню защиты детей. Борются в возраст 98-2000 года. Дети наши – это в будущем наши перспективы. Думаю, с них вырастут хорошие борцы. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман, сау, бонус дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова